День Траура Плюс два чистых отделения в главном ковидном госпитале края. Улучшается ли ситуация? Почти полтора миллиарда рублей плюсом в ближайшие два года. Какие дороги обновят в Алтайском крае? Сегодняшний день соседней с нами республики Казахстан объявлен днем общенационального траура. В ходе массовых протестов в разных городах погибло больше 160 человек. Сегодня ситуация в стране и даже в самом эмпицентре беспорядков стабилизируется. Появилась возможность написать своим близким и выйти хоть на какую-то связь с родственниками и друзьями. Что рассказывают те, кто стал свидетелем событий, расскажет Анна Рашагирова. Вот уже неделю события в Казахстане держат в напряжении весь мир. В первую очередь и самих жителей республики. Оружейные выстрелы и взрывы. Мало кто ожидал такого начала года. Из-за массовых беспорядков в стране с перебоями работала мобильная связь, интернет был отключен. Алтайские жители, у кого в Казахстане остались родные, вынуждены были следить за сводками новостей. Она в Усть-Каменогорске живет, там тихо было, так что я не знаю, что там как-то. И давно вы без связи с... Ну вот, у нее пятого был день рождения, я не могла поздравить ее. Это дочка, да, вы говорите? Нет, подруга там была. Живут родственники, много родственников. Но у них все хорошо, все спокойно, пронесли изобразие. Сегодня интернет все же появился, правда работает он, судя по всему, только в определенное время суток, до обеда и ближе к вечеру. Вот сейчас уже, например, мои сообщения к адресату не доходят. Однако, немного ранее нам удалось связаться с жителями Алматы. Самый пострадавший город на данный момент Алматы, финансовый центр, бывшая столица, самый первый город-миллионник. Разнесли, разбомбили, вынесли все торговые центры, банки, рынки. Одна из фотографий – это резиденция президента, тоже забор, где сломан. Все это снято у нас, что называется, вживую, из окна. Что я могу сказать, что все протесты начались, в общем-то, здравые требования. Понижение, значит, различных тарифов на ЖКХ, понижение стоимости на ГСМ, повышение зарплаты и так далее. А дальше, по словам жителей, началось невообразимое. Разгромленные улицы, страх горожан выходить из квартиры, смерть более 160 человек. Накануне стало известно, что в Казахстане покончили с собой два силовика. Главный полицейский Жамбульской области Жанат Сулейменов и руководитель Департамента национальной безопасности Азамат Ибраев. И сегодня же власти Казахстана заявили о том, что ситуация в стране стабилизовалась. Об этом говорили и жители. Начали открываться уже крупные магазины. Соответственно, сегодня, то есть это 10 января, объявили по телевидению о том, что будут открыты три самых основных автобусных маршрута по городу. Протесты проходили в других городах Казахстана. Так, беспорядки были подавлены в том числе и в граничащих с Алтайским краем Павлодаре и Семипалатинске. Задержано более тысячи протестующих. Сегодня жизнь в этих городах, к счастью, течет в привычном русле. Разве что зимние каникулы продлили до 17 января и все еще есть перебои со связью. Однако жители обеспокоены, как долго продлится неустойчивая ситуация в стране. И не исключает, что на какое-то время приедут жить в соседний Алтайский край. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. Дополнительные деньги на ремонт дорог выделили Алтайскому краю. По словам главы правительства страны Михаила Мишустина, в 2022 и 2023 годах наш регион получит 1,3 миллиарда рублей. Куда потратят деньги, уже известно. Это 13 участков дорог, назовем лишь некоторые. Проезжая часть нового моста, трассы Олейск, Буканская, Крутиха, Панкрушиха, Хабары, Славгород до границы с Республикой Казахстан, Троицкая, Целиная. Общий дорожный фонд региона в 2022 году составит чуть более 14 миллиардов рублей. В прошлом январе аналогичная цифра составляла около 12 миллиардов. Рост очевиден. Но это не все средства, которые планируется потратить на улучшение дорожной инфраструктуры. Почти 2 миллиарда на ремонт дорог выделят из бюджетного инфраструктурного кредита 465 миллионов рублей на строительство дорожной инфраструктуры у горы Глухариной, 148 миллионов рублей на развитие интеллектуальной транспортной системы и еще 300 миллионов рублей на обновление дорожной техники. За несколько дней этого года в регионе уже произошло несколько трагедий. Среди них пожары, аварии. Коротко о происшествиях, которые случились, пока все отдыхали, расскажем далее. Новогодняя ночь в Алтайском крае не обошлась без жертв. Пятеро человек погибли во время пожара в частных домах. Трое жителей Красногорского района, двое жителей Борзовой заимки. Трагедией чуть не закончилась история в Чемале. Житель Барнаула упал со скалы в Катунь, запуская фейерверк. Спасатели передали мужчину скорой помощи в тяжелом состоянии. Чудом обошлось без жертв на этих кадрах. Туристы уходят под лед на Лебедином озере. Сообщается, что они хотели обойти водоем. Судя по кадрам, среди тех, кто начал уходить под лед, были и дети. К счастью, на этом участке глубина воды составляет около метра. Никто не пострадал. После ЧП Минприроды усилила режим охраны озера. Его огородили лентами. Рядом дежурят инспекторы. Еще один инцидент на воде закончился смертью 12-летнего мальчика. Его тело нашли в бассейне отеля «Обские плесы». Ребенок отдыхал с родителями. За несколько дней в регионе также произошло несколько аварий со смертельным исходом. В Бийске междугородний автобус насмерть сбил пешехода. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ирина Корчегина, День с толком. И напоследок. Жители Барнаула стали жаловаться на извращенца, который делает свои грязные дела на пустыре у торгового центра Европы. Только на новогодних каникулах несколько женщин стали свидетелями того, как неизвестный гражданин удовлетворял свои потребности прямо на глазах у людей. К другим темам. В Бурлинском районе реанимировали одно из градообразующих предприятий. Местный элеватор, работа на котором остановилась еще в начале прошлого года, обрел нового хозяина. Им стал предприниматель из соседнего Казахстана. По словам главы района, после инвентаризации собственник закупил новые автомобили, наладил поставки зерна и увеличил штат сотрудников с одного человека до 30. Сегодня движутся вереницы автомобилей сюда с зерном. Идет переработка первичной зерна. Уже на сегодня запущена была техника, которая имелась в наличии. В частности, запущено оборудование для сушки зерна, сушилка. А это большое дело для многих наших крестьянско-фермерских хозяйств. На элеватор уже поступают зерновые и подсолнечник. Их привозят не только из районов Алтайского края, но и из Новосибирской области. В дальнейшем, надеется глава муниципалитета, там запустят полноценную переработку зерна. А работа предприятия станет круглосуточной. В 5-й горбольнице Барнаула, главном ковидном госпитале края, открыли два чистых отделения – таракально и челюстно-лицевой хирургии. Впервые за два года пандемии, сообщил сегодня министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Почему такое стало возможно? Поступила ли в регион детская вакцина от ковид-19? И не только об этом продолжит Татьяна Голубева. Число вновь заболевших коронавирусной инфекцией за новогодние праздники уменьшилось. Специалисты говорят, возможно, люди стали реже обращаться в поликлиники. Уменьшилось и число коек в госпиталях под больных коронавирусом за неделю на 405. Вот и появилась возможность в той же 5-й горке открыть чистое отделение. Министр обещал, что удастся развести потоки больных, и врачи грязных отделений в чистых работать не будут. На снижение числа зараженных повлияла и иммунизация населения, уверяют медики. Правда, вакцина для детей и подростков в регион еще не поступила. По информации Минздрава России, сейчас проходит данная вакцина, контроль на безопасность ее. И как только все будут подтверждены тесты на ее безопасность, она будет распределена между субъектами Российской Федерации. То есть мы тоже ждем в январе прихода данной вакцины. Холодильное оборудование для нее приобретено. Вакцинировать подростков планируется как в самих поликлиниках, так и в организациях. Разумеется, только с разрешения родителей, сообщил министр. К слову, в регионе по-прежнему фиксируют дельта штамм COVID-19. Омикрона не выявлено. Всех интересовало, ждать ли новой волны. Как развернется ситуация, будет понятно, недели через полторы-две, потому что начались рабочие дни, люди возвращаются с отдыха, в том числе из-за рубежа. Поэтому будет немножко попозже понятно, как развернется ситуация психологическая. В целом, сообщили специалисты, сотрудники скорой выезжали на вызовы почти в том же объеме, как и в прошлом году. Уровень госпитализированных тоже практически одинаковый. Чуть более 6 тысяч человек. Переохлаждений зафиксировано немного, зима нынче не суровая, да и отравлений суррогатным алкоголем не так много. 103 на весь край. Для сравнения, в прошлом году таких было 97 человек. Татьяна Голубева, День Столка. Новогодние праздники заканчиваются, а значит, приходит время расставаться с главным символом – елкой. Но торопиться выбрасывать деревья не стоит. Лучше попрощаться с лесной красавицей экологично. В Барнауле заработали пункты приема ели для переработки. Куда отнести елку барнаульцам и на что ее перерабатывают – в сюжете Софии Яценко. Вместо мусорки – вторая жизнь. Такой подарок барнаульцы могут сделать для тех, кто радовал их все новогодние праздники. Акция стартовала 2 января. Елку можно принести в приемный пункт сети строительных магазинов по двум адресам. Павловский тракт 192А-1 и Правобережный тракт 25. Есть определенное место. У нас есть в посте информация о том, где она, где локация находится, чтобы было проще найти. Либо можно всегда написать нам в Инстаграм или ВКонтакте, для того, чтобы мы скоординировали. В любое время удобно для человека. С утра до вечера. Можно привезти елочку, оставить ее в этом специально оборудованном боксе. И уже впоследствии мы их увезем на переработку. Экологичный метод избавления от елок впервые появился в краевой столице в 2018 году. Тогда работало три точки сбора. Удалось собрать более 400 деревьев. А уже в прошлом году результатом экоакции стало около 5000 елей. В этом году, 22 января, елку можно будет принести еще по нескольким адресам. Площадь Октября, торговые центры Огни и Гулливер. Пункт приема организуют на Балтийской 53, а также на площади Народной. Акцию проводит волонтерская экологическая организация «Мусора больше нет» и отдел по охране окружающей среды администрации краевой столицы. Она продлится до 25 января. После чего деревья отправят на переработку, на корм животным и производство плит МДФ. София Ценка, Алексей Фризин. День с толком. Снежный городок на площади Сахарова начнут разбирать уже на этой неделе. 14 января снимут новогоднее освещение, разберут елку и демонтируют ледовые фигуры. Завершить демонтаж планируют 17 января и в этот же день в 8 вечера запустят движение для автомобилистов. Напомним, что на строительство новогоднего городка в этом году потратили более 8 миллионов рублей. А вот что касается любимого барнаульцами городка на Молотобольской, то его в ближайшее время сносить не будут. Обещают, что если позволит погода, он простоит вплоть до весны. Православные широко отметили праздник Рождества Христова. Это второй по значимости праздник после Пасхи. 7 января – торжественный день для всех христиан. И судя по отзывам священнослужителей и работников сферы культуры, интерес к нему просыпается у многих жителей. Дмитрий Дроздов с подробностями. Познавательное начало года. Некоторые барнаульцы провели Рождество в музее. Гадание насуженного, история праздника и даже создание своими руками вифлеемской звезды – главный символ Рождества. Она воцарилась над домом с Девой Марией и Христом. Взрослых и детей знакомили с традициями праздника. Мы рассказываем детям о том, как люди готовились к Рождеству, как соблюдали пост. Обязательно посвящали церковное богослужение. Они знакомятся с текстом рождественского тропаря. Мы читаем его по-церковно-славянски. Мы слушаем его в церковном исполнении. Знакомимся с текстами колядок. Для православных традиционные обычаи – за неделю до Рождества принимать преимущественно постную еду. Или не есть до появления первой вечерней звезды. Она напоминает о рождении Иисуса Христа. Однако звезду стоит искать не на небе, а в церкви в виде свечи. Помогают трактовать обычаи священнослужители. Свечу выносят во время богослужения. От звезды и до воды. Именно эту фразу православные христиане именуют в Рождество. Людно в этот день и в православных храмах. Литургия, естественно, это служба, которая совершается ради причастия. Когда люди причащаются телой и кровью Христовой. Ну вот, собственно говоря, мы с вами этому и были свидетелями. То есть, когда происходило причащение. По словам священнослужителей и работников музея, традиции Рождества и сегодня волнуют семьи. И ко всеобщей радости проявляет интерес к празднику и взрослые, и дети, и молодые люди. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. И к новостям спорта. Новый год начинается с побед. Волейболисты университета в первой игре обыграли магнитогорскую магнитку 3-2. Однако второй матч сложился для гостей весьма неудачно. Об ответ на игре волейболистов и о предстоящих матчах команд-мастеров расскажем далее. Начнем с хорошей новости. Волейболисты университета выиграли свой гостевой матч против магнитки и закрепились на четвертой строчке. В первом круге барнаульцы выиграли оба матча и многие ожидали такой же игры. Первая встреча на пятерку с плюсом, а вот ответная на твердую тройку. Хозяева уверенно разобрались с барнаульской командой 3-0. Следующий матч университет проведет дома 15-16 января против локомотива Изумруд из Екатеринбурга. Хоккеисты Динамо Алтай отправились на первые выездные игры нового года. Маршрут Чебоксары-Саратов. Уже завтра, 11 января, барнаульцы сыграют в столице Чувашии первый матч. Второй на следующий день. После команда отправится в Саратов, где нашу команду будет ждать 4-х матчевое противостояние с Кристалом. Поединки пройдут 15-го, 16-го, 18-го и 19-го января. А вот сегодня на паркет выйдут баскетболисты Барнаула. В рамках Суперлиги-1 наша команда сыграет в гостях с уфимцем. Хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице, а барнаульцы на три строчки выше. Матч состоится сегодня в 21-15. Прямую трансляцию поединка можно будет смотреть на сайте Российской Федерации Баскетбола. Дмитрий Дроздов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова